Пацаны, я увидел награду персона года в медиафутболе и, конечно, жопа загорелась, пиздец. Какие же они молодцы, я полностью с ними согласен, мы действительно персона года. Привет, друзья, это Егор. Давно интересного ничего не происходило в разрезе МФЛ, но тут громыхнула премия персона года, которую и составила медийная футбольная лига. И сразу все срутся, меряются яйцами и всячески выпендриваются и говорят, персона года, это я. Полностью с ними согласен, мы действительно персона года. У нас даже конкурентов нет. Ну, разберемся. Итак, начнем с того, что среди всего обилия медийных персон номинатами стали, я вот смотрю, где они, Герман Эль Классика, Николай Осипов, Егоров и Райзен с раздвоением личности. Миша Прокоп и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Первым полыхнуло у некита из Тудроц. А где мы, Тудроц? Пацаны, я увидел награду персона года в медиафутболе, и, конечно, жопа загорелась, пиздец. Как это? Как там вот все эти люди, но Женька нету? Ладно, про себя я, знаете, ну, пацаны, вот, вообще пофигу. Меня там может не быть, но, блядь, четыре успешных канала, больше всех просмотров, чемпионы медиа-лиги. А на каждом турнире, в котором мы участвуем, у нас всегда, блядь, больше всех нас смотрят в прямом эфире. Я не понимаю. Больше, чем Тудроц за этот год никто не сделал, и поэтому как может не быть руководителя хотя бы одного президента, я не понимаю, пацаны. Мнение интересное, понятное и достойное. Прицепом пошел Фил Коструба, легенда реалити. Ну, не только команда, но и программ всяких там реалити-шоу, участвовал во многих. Пишет. Полностью поддерживаю некита. Абсурд, а не премия. Просто в очередной раз доказывают, что как бы личные симпатии во главе всего, говорит нам Фил. Знаю я, что есть и другие недовольные. Это и мой любимый Фикус, который считает, что, ну и Красева тот же, что в этой премии должен обязательно принять участие Фидос. Кто-то считает, что другие ребята, там, и Жека, и Некит, и остальные участники команд, и Эд, например. Я в конце расскажу, кому бы я эту премию отдал. Вот честно, от души. Но у нас же раздвоение личности, поэтому сначала пусть выступит Райзен. Мы с Диманом номинировали на персону года. И знаете, что хочу сказать на этот счет? Все, какие же они молодцы, я полностью с ними согласен. Мы действительно персону года. У нас даже конкурентов нет. Мы благодарим наших постоянных клиентов, участников, благодарим. Вообще клиентов нет, которые могут претендовать на то, чтобы забрать у нас симпатитры. Почему? Сейчас объясню. Допустим, вот возьмем Германа. Герман за этот год улыбнулся больше раз, чем сказал слов. Зачем ему персону года? Он просто там где-то ходит. Некий тоже теневой, Жека тоже теневой. Рокоп вообще не в России. Кто там еще есть? Ну ладно, Коля Осипова, базара нет. Но вы видите, Коля Осипов, он МФЛ, а мы МФЛ и МКС. Ну вот еще молодцы, грандиозные. Вообще приятно осознавать, что ты персона года. Конечно, да, может быть, регид голосования проголосует против нас. Это меня сильно расстроит. Но я знаю без справедливости, что у нас уже этот кубок есть и титул. И мы наконец-таки что-то выиграли в этом году, вне зависимости от результатов голосования. Потому что мы лучшие. Конечно же, Райзен знал, что его выступление не останется незамеченным. И история продолжится. Не зря же он номинирован на эту премию. И, естественно, первым немножко порвался некит, который перешел уже. Эх, мы тут вообще. Сила. Ну, сейчас зачитаю. С такими просмотрами, как у вас, люди не ранят. А идут медленно пешком. Я бы сказал, руинят ран. И руин очень близко было бы интереснее. Ты, безусловно, хорош, но тоже не борщи. Громадные вопросы есть к тебе и Диме. Так как график пошел вниз интереса, а не вверх. А в этом виноваты вы и ваше решение. Плюс результат, где надо было дожимать. Вы обосрались. Конечно, жопа загорелась, пиздец. Но некит тоже умеет вбрасывать. Конечно же, не обошлось здесь без ролевой модели Германа. Который, как обычно, сгладил углы. И сказал, что я достаточно самокритичен. И даже не знаю, как прокомментировать то, что я в этом списке. Признание, это всегда приятно. Но я очень неловко себя чувствую, когда чем-то награждают. Конечно, на награждение я приду. Но не потому, что хочу выиграть. А потому, что хочу, чтобы премию получил кто-то из Амкала. Герман добр и приятен. Как всегда. Ну а райзен нет. Потому что он опять отвечает некиту. Братан, какие просмотры. В этой игре, ну видимо он имеет ввиду на ютубе. В этой игре все другими цифрами измеряют. Тебе их некит не посчитать. У тебя нет к ним доступа, мэн. Я не понимаю, что говорит райзен. Может, что все деньги Тудроц у Жеки. Ну, это не важно. А что касается движения, я рад тому, как все идет. Мне ничего легко не давало. Ну и вы сами знаете райзен. И мы наконец-таки что-то выиграли в этом году. Вне зависимости от результатов было с вами. Какой вывод я могу сделать по этому срачу? Во-первых, друзья. Организаторы премии очень грамотно, видимо, сделали, что не внесли туда ни Жеку, ни некита. Потому что они среагировали. Конечно, жопа загорелась, пиздец. И очень грамотно, что внесли меня и райзена. Потому что мы тоже среагировали. Какие же они молодцы. Я полностью с ними согласен. Мы действительно персона года. И буквально за 10 минут родилась тема, которая теперь будет появляться везде. И на которую сейчас обращать внимание намного сильнее, чем на предстоящие полуфиналы медийной футбольной лиги. Но в этом, в принципе, наверное, и есть смысл медиафутбола. Сейчас минутка серьезности. Потому что к премиям вообще нет смысла относиться очень внимательно. Дело в том, что любая премия – это элемент ангажированности. Либо за тебя голосует большее количество твоих почитателей. И ты, в принципе, можешь совершить даже плохой поступок. Но твоя фан-база проголосует в любом случае за тебя. Именно поэтому игроки «Спартака» всегда становятся, например, лучшими в тех или иных матчах сборной. То же самое и с любыми премиями в журналистике и в шоу-бизнесе. Если премию организуют твои знакомые, ты обязательно будешь в списке номинантов. Если премию организуют те люди, с которыми ты единомышленник. То есть, например, это может быть, если ты представитель либеральных СМИ, организуют они премию, конечно же, выиграешь ты. Хорошо или плохо ты пишешь не имеет никакого значения. То же самое и с государственными СМИ. И то же самое с шоу-бизнесом. Кто организатор премии, чей ты друг. Поэтому ты и номинат. Конечно, жопа загорелась, пиздец. И поэтому данная ситуация не является какой-то уникальной. Нужно просто посмотреть и сказать, ну, значит, вот эти вот люди, скорее всего, ближе общались с организаторами данной премии. Но я легко пройдусь по каждой фамилии и по каждой кандидатуре. Ну, вот, например, много недовольных тем, что в этой премии участвует Александр Алаев из РФС и РПЛ. Но, а вы подумайте с другой стороны. Что мог сделать тот же Алаев? Он мог с самого начала сезона забрать эту медийную футбольную лигу себе. Либо запретить приходить туда футбольным арбитром. Либо пиарить массу ограничений. Говорит, что они делают? Давайте мы сделаем там фанайди. Давайте мы... И просто все из уроду. Хотя бы за то, что РФС не прибрал все это к себе и не изуродовал, уже респект. А второй респект за то, что как раз Алаев вместе с Дмитрием Картавой придумали включить российские медийные клубы в состав участников Кубка России. Вы понимаете, что для этого должна быть серьезная, действительно, политическая воля. Можно было наплевать, не обратить внимания. Можно было иметь тысячу причин. Но реально РФС и все остальные проделали уникальную работу, включив все клубы в состав участников, зарегистрировав их на трансфермаркте, организовав матчи. Они просто могли пройти мимо. Но они действительно обратили внимание на то, что интересно публике. Поэтому может ли Алаев быть в этом списке? Конечно, да, потому что для медиафутбола в этом году он и люди, которые были рядом с ним, сделали действительно очень многое. Возможно, им это легко далось, но на качественно новый уровень вывели они. Не потому что не Тудроц и Амкал заплатили какой-то огромный кэш за то, чтобы участвовать в лиге. Нет, их пригласили. И это приглашение очень много значит для медийного футбола. По Николаю Осипову я тоже думаю, вопросов может быть никаких, потому что раньше в медийном футболе было две с половиной команды. Сейчас их много, и не сказать, что это плохо. И первый сезон медийной футбольной лиги был прекрасный, второй чуть похуже, но мы все сейчас живем этим медийным футболом. И страна тоже живет медийным футболом. Поэтому не включение Осипова было бы странно. Что касается Прокопа, ну, конечно, он не участвовал ни в МФЛ-1 и толком не поиграл в МФЛ-2, но это как раз тот человек, который по-настоящему уехал в профессиональный клуб, будучи тиктокером. Сравните, тиктокер, как Володя XXL или Краб, который добился, показал своим примером, что работа, труд доводят до болгарского ботива. И не важно, что там говорит Оршайен, и не важно, в принципе, будет ли он там так часто играть. А я думаю, что он будет, потому что у него достаточно хороший набор качеств. Что касается Германа, не сказал бы, что это спорный вопрос, но все-таки Амкал участвовал в различных кубках. И Герман в этом голосовании должен быть, тем более он организовывал и матчи с Динамо. Неимоверный матч на большом стадионе, 30 тысяч зрителей. Человек, который сделал этот матч, это тоже шаг в сторону. Игры в других городах, безусловно. То есть, этот продукт создавал только Амкал. Ну и остается кандидатура, как я понимаю, одна, как раз-таки Егорова и Райзена. Какие же они молодцы, я полностью с ними согласен, мы действительно персоны года. Ну, что тут сказать. Я думаю, что она тоже не должна вызывать особых споров и сомнений, потому что с нуля сразу была создана команда, которая создала кучу инфоповодов. Эти Егоров и Райзен тоже создали кучу как положительных и, возможно, еще больше отрицательных инфоповодов. Они были одними из главных действующих лиц или, возможно, главными на Первый МФЛ и на МКС и чуть меньше, но и на МФЛ-2. Везде и всегда. И не так важно, сколько просмотров на их личных каналах это собирало, потому что перформансы были фактически каждую неделю. Действительно персоны года. Кого не хватило и кого я бы выбрал персоной года? Ну, давайте честно. Федос. Мой любимый персонаж в МФЛ. Могу сказать честно. Добрый, положительный. Ни с кем конфликтов нет. Но для того, чтобы стать персоной 2022 года, Федосу все-таки нужно было либо придумать что-то совершенно новое, либо создать совершенно новое, либо стартовать чуть раньше. Потому что сейчас он занял нишу ведущего и доброго чувака, но пока этого недостаточно. Я думаю, что Федос в следующем году спрогрессирует. Жека и Некит. Безусловно, эти два человека должны быть в списке номинантов. И не важно, что у них уже был этот актив, и не важно, что в отличие от Амкала они не играли в показательных матчах на больших стадионах. Есть один факт. Они удержали свою аудиторию, они выиграли кубки, они открыли массу новых персонажей. Причем Некит был еще довольно ярок. Ты за бабки тут, успокойся! Ты за бабки! Ты тут за дига, а я это создал! Иди отсюда! Заводим! Поэтому Жека и Некит должны были идти вместе в этом списке. Ну и еще, как минимум, двух людей я добавлю. Первый – Текила. Без него сезон МФЛ-1 был бы, я думаю, бессмысленным. Хотя Текила реже, конечно, ходил на пресс-конференции, чем мы с Райзеном и Невиолы. Но Текила – это движущая сила медиафутбола. Он пропустил МКС. Это его проблема. Я думаю, что это сказалось на его невключение. Так что здесь все логично тоже. Ну и еще один человек – это Эд. Он начал сезон с ракет и вылетел из Тудротс. Потом он вернулся в Тудротс. Пошло его развитие. Он начал снимать больше контента. Он тащил дроту. Он стал лучшим игроком первой медийной футбольной лиги. Он стал одним из лучших игроков МКС, забив важнейший мяч ворота того же Амкала. Он забивал в матчах Кубка России. И, наконец, у него один из самых популярных сейчас каналов на Ютубе. Если смотреть за ростом личности и за личными проектами, то мой фаворит этого сезона – это, безусловно, Эдамс. И если бы голосование было прямо сейчас, я бы выбрал именно его. Ну, а что касается премии, если мы ее выиграем, я распилю ее на две части и с удовольствием отдам Никиту. Пусть ходит, если его это так узаботит. Мне же достаточно другого, собственного ощущения. Считаю, что отдал себя медийному футболу полностью. Где-то поступал правильно, иногда ошибался, иногда грубо ошибался. Но создал сотни единиц контента, везде, где можно, побывал, везде, где можно, поучаствовал. И все-таки создал, и до сих пор не потерял эту команду. Чему я очень рад. А премии? Да премии и премии. Но список номинантов логичен. Единственное, что Жека и Никит там с Эдом тоже должны быть. Ну, и может быть, Фил. Хотя Фил все-таки заслужил лучшего новичка. Ну что ж, в комментариях можно... Ну что ж, в комментариях по персоне года в медиафутболе. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, а это был Егоров. Пока.